МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях заведующий отделом археологии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Василий Судаков. Здравствуйте, Василий Васильевич. Василий Васильевич, ну вот археология в нашем представлении это такое нечто романтичное. Раскопки древних городов, находки каких-то таинственных артефактов. Но это так представляется обывателю. На самом деле хоть что-то общее с вашей реальной работой это имеет? Вы знаете, в общем-то, имеет. И эта сторона, действительно, романтика, она тоже присутствует. И, вы знаете, наша работа, она предполагает постоянный поиск тех вещей и следов в жизни людей, о которых мы, может, даже не предполагать. И поэтому есть действительно иногда очень интересные, иногда уникальные открытия. Вот эта сторона, она тоже есть. Тем более археология довольно часто. Это экспедиция, это вечера у костров, это песни. И, конечно, это все тоже, вот эта сторона, она привлекает очень многих людей. Но, к сожалению, иногда некоторые думают, что это не просто романтика, археологи ищут клады. Вот здесь, конечно, не совсем верно. Если клады попадаются в ходе исследований, конечно, это замечательно. Но все-таки в целом вот работа археологов это очень тяжелый, кропотливый труд, который требует огромного внимания. Потому что наша задача по крупицам, буквально, восстановить историю жизни людей в прошлом. И при этом это не под силу одному человеку, это работа больших коллективов, слаженная работа, когда мы восстанавливаем утраченные страницы истории прошлого. Насколько я знаю, вашему отделу в этом году исполняется 10 лет, юбилей. Если можно, вот за этот период времени расскажите, какие, не знаю, какие открытия были вами сделаны. Ну, такой своеобразный итог работы можно, наверное, подвести? Да, мне единственное хотелось бы два слова сказать. Тем более, в прошлом году был юбилей нашего музея. Дело в том, что как бы истоки вот этой археологической деятельности были заложены еще Рязанской учено-архивной комиссией, которая была создана в 1884 году. И даже коллекция археологического музея, она тоже была заложена Рязанской учено-архивной комиссией. И вообще археологическая деятельность была одним из важных направлений деятельности музея. Но, к сожалению, только вот в 80-х годах был сектор археологии. Потом, в силу ряда причин, он как бы деятельность прекратил. А вот с 1994 года начинается работать Старо-Рязанская экспедиция, возобновила свою работу. А с 2004 года экспедиция в Переславе-Рязанском. И вот здесь возникла огромная потребность в создании такого организационного центра, который бы руководил, направлял эту работу и, соответственно, активизировал бы научные исследования, изучение коллекций, которые в музее хранятся, создавал бы новые экспозиции, выставки и вел научно-проссетительскую работу. И вот в 2005 году был создан такой отдел. И вот, если кратко говорить, за эти 10 лет, наверное, самое главное, что делано. Сейчас в нашем отделе два сектора. Один занимается, как раз, модификацией и изучением Старо-Рязани. И у нас вот уже на протяжении более 20 лет постоянно работает Старо-Рязанская экспедиция, которая каждый год радует нас интересными находками. Кроме этого, вот на Старо-Рязани сейчас удалось наладить охрану. Это огромная проблема, потому что черные копатели буквально, ну, буквально слой городища уничтожали вот этими закопушками, поисками кладов. И кроме этого, сейчас создается база археологическая, созданы информационные щиты для посетителей. И мы начали воплощать потихонечку проект модификации городей, чтобы люди приезжали, им было интересно. Второй сектор – это сектор поля Ворской битвы, который занимается изучением места, где проходила Ворская битва, ведутся исследования о Глебово-Городище. И сейчас, как бы, эта экспедиция собирает материалы для будущей коллекции отдела в Глебово-Городище. Ну и, конечно, у нас в Кремле, это древний город Переслав-Рязанский, ведется работа уже в 2004 году Переслав-Рязанская археологическая экспедиция. И в этом году, мы надеемся, троскоп завершить, получены уникальные материалы по древней истории города, начиная с XII века и вплоть до позднего Средневековья. И вот эти материалы сейчас обрабатываются, обобщаются. По результатам этих исследований были выпущены ряд монографий, в том числе вышла работа два тома материалов по археологии Переславля-Рязанского, где вот именно представлены научные, результаты научных исследований. Кроме этого, выходят научно-популярные книги. Это вот по Старой Рязани, где кратко рассказывается наиболее интересных находках, которые были сделаны на Городище. На Глебовом городище, на поле Ворской битвы, тоже были подготовлены небольшие книги, в которой рассказывается об этом месте, об Ворской битве, в результатах исследований. Кроме этого, по результатам исследований была создана новая экспозиция, которая называется «Переслава-Рязанская археология открывает тайны». Я хотел бы пригласить всех, кто желает посетить ее. И выпустили мы путеводитель по этой экспозиции. Вот он такой, так и называется. «Переслава-Рязанская археология открывает тайны». А что можно в этой экспозиции увидеть? Значит, в этой экспозиции, во-первых, мы рассказываем о работе археологов, потому что как раз, чтобы правильно сложилось впечатление о работе археологов, и мы восстановили даже макет раскопа. И говорим о основных этапах работы. А главное, что там представлено, это история нашего города, Переславля, которая была открыта археологами. И представлены наиболее интересные материалы, которые были там найдены. В том числе и макеты, фрагменты улицы Переславля 16-17 века, и реконструкцию облика жителей Переславля, Рязанского и Олега Ивановича Рязанского, сделанного в Институте этнологии и антропологии Российской Академии наук. И наиболее интересные предметы. И говоря о работе, мне бы, да, вот как раз о нашей экспедиции рассказывать такой небольшой буклет, который показан в том числе и наиболее интересные предметы, которые были найдены. И еще один, как мне кажется, очень такой важный момент работы отдела. Нам, у нас еще в 1978 году при музее был создан клуб археологов имени Василия Алексеевича Городцова. Но в конце 90-х годов, в силу ряда причин, он как бы приостановил работу. И вот с 2006 года мы восстановили эту работу. И у нас, начиная с осени, по весну проводят занятия непосредственно, как бы теоретически. Мы знакомим людей с археологией Рязанского крайне наиболее интересными открытиями, а летом они принимают участие в исследованиях. Надо сказать, что вот эти люди многие на протяжении уже буквально десятков лет наши помощники, без которых невозможно было бы раскопать то, что мы раскопали. То есть любой желающий может попасть вот таким образом? Да, любой желающий. Единственное, у нас как бы есть небольшое ограничение по возрасту. Мы принимаем где-то с 12-13 лет, потому что раньше просто тяжело. И вот как бы работа клуба археологов, тех людей, которые работали, она отражена вот в таком сборнике клуб археологов имени Василия Алексеевича Городцова. Вот как бы основные, наверное, направления деятельности. И мы планируем поактивизировать археологические исследования, в том числе на территории Кремля. И кроме этого, вот по результатам исследований, в результате научного изучения того, что было найдено, мы планируем восстановить часть средневекового города, приславляя на улице Рыбацкой. То есть непосредственно мостовые, усадьбы, огражденные заборами, постройки сами. То есть сделать место, в которое могут приходить и жители города нашего, и туристы, для того, чтобы посмотреть, как выглядел средневековый город. Кроме этого, там же будут восстановлены и башни, и стены древнего города. И как бы уже воочию можно убедиться не просто на макетах, а вот реально походить по этим улицам, зайти в дома, посмотреть, как работают, может быть, те или иные ремесники, и посмотреть, забраться на стены. То есть вот как бы это тоже будет итога наших работ. Василий Васильевич, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли, нашли для нас время. Мы вас поздравляем с таким юбилеем и желаем успехов в вашей работе и исследованиях. Спасибо большое. А мне бы хотелось пригласить всех рязанцев и гостей города в наш музей и поселить нашу экспозицию, кто пожелает и могут принять участие в работе экспедиции. Спасибо большое. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.